приветик приветик это канал веселая семейка вы любите квашеную капусту если да тогда оставайтесь на нашем канале сегодня мы будем готовить ее вместе с вами дома ну что вперед и за дело что нам для этого потребуется прежде всего мы нашинковали большущий качан капусты килограмма на три-четыре берите чтобы потом все достаточно хорошо уплотнить в трехлитровую баночку мы взяли за основу именно такую трехлитровую емкость вот такой вот сюда мы потом уместим нашу нашинкованную капусточку и так нашинковали капусточку на крупную терку натерли морковочку далее будем класть приправы а именно посолим положим лавровый лист перец горошком черный но лавровый лист скорее всего мы этот использовать не будем а будем использовать вот такой лавровый лист привезены нами из крыма горного крыма южный берег крыма славится своими замечательными лаврами листиков 8 вполне будет достаточно для такого количества белокочанной капусточки и так ингредиенты все подготовленные будем солить главное в этом деле не переборщить конечно же ведь все мы знаем что пересол остается на голове повара так смешиваем капусточку вместе с морковочкой вместе добавляем лавровый лист перец а дальше нам потребуется мужская сила мужские руки очень тщательно все это будут мять до того момента пока капусточка не пустит соль можно конечно если капусточка немного суховатая долить водички но я думаю что мы обойдемся без этого так как у нас очень сочная молоденькая капуста она сама пустит нужную нам жидкость то есть драгоценнейший сок сейчас мы это все дело помнем а затем будем умещать в трехлитровую емкость поехали ну что смотрите какая красивая у нас вышла морковочка с капустой все вместе мы перемешали черный перец горошком здесь также у нас есть лавровый листочек подробленный листики сейчас нам осталось после того как мы тщательно ее помяли помяли нашу капусточку уместить ее вот в эту емкость мы подготовили трехлитровую баночку и ждать дождать через пару дней уже капусточка отпустит еще сок мы его и по мере необходимости будем сливать и через пару дней наслаждаться вкуснейшей сочной хрустящей ароматной а главное полезнейшей квашеной капусточкой сейчас умещать будем в банку ее когда мы умещаем капусту в банку очень важно ее уплотнять чтобы не было свободного пространства и воздуха между ними лишнего и капусточка наша хорошо могла пустить свой сок обязательно защищаем наши ручки одевая латексные перчаточки маникюр кожу это очень важно для нас милые дамочки ну что мы уместили нашу капусточку вот в такую емкость у меня глаз видимо алмаз так как я капусту нашинковала ровно столько сколько уместилась в трехлитровую баночку ничего лишнего и под завяз и так мы умещаем нашу трехлитровую баночку еще в дополнительную емкость для чего это мы делаем если капусточка слишком много пустит сока он естественно будет вытеснять капусточку и сок будет что делать вытекать нам это не нужно поэтому для упреждения этого мы поместили ее в дополнительную емкость баночку чтобы сок накапливался в нее ну что теперь достаточно накрыть это все крышечкой подождать пару денечков пока капусточка просолится периодически ее еще утрамбовывать сливать лишнюю жидкость если таковая будет и через пару дней наслаждаться вкусной ароматной сочной хрустящей полезной капусточкой ну что если вам понравился наш обзор подписывайтесь на наш канал веселая семейка всегда с нами интересно пока пока до скорых встреч